Если вспомнить самые культовые группы 80-х и 90-х годов в Советском Союзе и России, то в одном списке с кино «Аквариум», «Гражданской обороной» и еще парой других непременно будет присутствовать название «Наутиус Помпилиус». Эта рок-группа побила все рекорды славы в Советском Союзе. Их песни пели под гитару, километры пленки истратили на переписывание кассет. Илья Кормильцев, автор слов большинства композиций группы, написал «Эта музыка будет вечной» и «Как в воду глядел». Для фанатов «Наутиуса» так оно и есть. История группы начинается с того, что в Свердловский архитектурный институт поступили два молодых человека – Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. Как-то раз Умецкому пришла в голову идея, а не создать ли рок-группу. Высказывал он эту идею разным людям. Один соратник у него был – Игорь Гончаров. Рубаха-парень. Душевный, симпатичный, вечно с улыбкой до ушей. Нужен был еще как минимум один. Тогда и стал Дима присматриваться к Бутусову. А так как он был очень убедителен, скоро Диму со Славой стали захаживать в общежитие, известное как Промобщага. Там жил Гончаров. Там же было место для репетиций, небольшой зал, который использовался то как столовая, а то как бар. В нем новообразовавшаяся команда, троица студентов, известная уже многим своим благурством, мастерством по части выпить, повеселиться, стала играть на гитарах. Их услышали и сразу посоветовали сменить барабанщика. Так в группе появился Саша Зарубин, а чуть позднее гитарист Андрей Саднов. И вскоре началась методичная работа над новой программой. Сначала группа носила имя Али Баба и 40 разбойников. Имя Наутилус Бутусову и Умецкому предложил звукорежиссер Андрей Макаров. Музыканты использовали его как официальное до 1985 года, когда Илья Кормильцев предложил расширить название Донаутилус Помпилиус. Дело в том, что в то время в Москве тоже существовала группа Наутилус, которой руководил Евгений Маргулис. По мнению Кормильцева приставка Помпилиус дала свердловцам возможность четко обозначить себя и выделиться из ряда безликих команд. В начале 80-х годов в репертуаре команды появились песни собственного сочинения. Автором их подавляющего большинства был Вячеслав Бутусов, но некоторые произведения он сочинил в соавторстве с Дмитрием Умецким. Этот период творчества нашел отражение в альбомах Переезд и Невидимка, записанных в Свердловске и долгое время распространявшихся только сам издатам. Часть песен переезда написана на стихи венгерских авторов Эндре Ади и Леренца Сабо. Просто Бутусов, когда ездил в Челябинск, нашел на остановке сборник стихов, которые приглянулись ему своим мистицизмом. Кстати, у Вячеслава Бутусова плохая память, и он часто забывает слова своих песен, поэтому на концертах перед ним стоит пюпитр с текстами. А в 1985 году сложившийся творческий тандем Бутусова и Умецкого начинает сотрудничество с поэтом Ильей Кормильцевым. С 1986 года и вплоть до распада группы Илья будет основным автором текстов песен, многие из которых войдут в Золотой фонд русской рок-музыки. По воспоминаниям Саши Кушнера. Бутусов с Умецким нарисовались на пороге у Ильи красивыми и по-европейски стильными, в белых рубашках, черных галстуках, селедках и с бутылкой красного вина. Надо отдать должное, Кормильцев со своим большим сократовским лбом выглядел не менее импозантно. Тяжелая оправа очков, импортный халат, надетый поверх белой рубашки, полосатые тапочки. Мы хотели предложить Илье сотрудничество, вспоминает Бутусов. Планировали его уломать, чтобы он написал нам тексты, или дал что-то готовое. Увидев у нас вино, он демонстративно снял с полки старинную библию, приложил ее к стенке и открыл бутылку о книгу старинным матросским способом. То есть показал всю свою бунтарскую сущность, что для Кормильцева выглядело символично. В процессе беседы Илья ставил на проигрыватель диски новой волны, который сильно увлекался в последнее время. Те же самые альбомы «Talking Heads», «Police», «The Stranglers» крутились у Бутусова с сумецким. Тогда это мгновенно объединяло людей. Илья, незаметно для себя, попав под чары мрачного обаяния Бутусова, выдал поэтическую подборку своих текстов. «Тексты-то, в общем-то, неплохие», — грустно заметил он, вручая Бутусову картонную папку бухгалтерского типа с надписью «Дело номер 666» на обложке. Посмотрите, почитайте, подумайте, может что-нибудь вам и подойдет, и им подошло. Однако первым крупным хитом стала песня за авторством Умецкого и Бутусова, которую все обычно называют «Goodbye America». Поначалу она входила в первый более-менее внятный альбом группы «Невидимка». Однако большинство знают ее по пластинке «Князь тишины» 1988 года. И при знакомстве с первой версией неизменно удивляются, где же знаменитая партия саксофона — главная изюминка песни. Дело в том, что саксофонист Алексей Могилевский в группе появился несколько позже, и, по моему мнению, именно он довел многие песни группы до нужного уровня хитовости. Не исключение и «Goodbye America», которая особенно эффектно смотрелась на концертных выступлениях. Обычно она завершала программу, и в заключительном проигрыше музыканты поочередно покидали сцену. В конце на сцене оставался один Могилевский, и его одинокая саксофонная партия повисала в воздухе красивой финальной кодой. Забавно, что на альбом «Невидимка» «Goodbye America» попала случайно. Все задуманное уже было записано, но альбом показался музыкантом чересчур коротким. По воспоминаниям Бутусова. У меня был набросок, который я хотел сделать в стиле регги. Это было модно тогда. Хотел, но не смог. Времени не было. А тут взял Ямаху, была у нас такая клавишная. В ней были заложены уже ритмические эффекты, звуки всякие. Врубаешь, а там сразу все играет. И ты ничего поправить не можешь. Ничего. Врубили мы эту румбу и думаем «О, как круто! Все играет, как в шарманке!» И я под эту румбу записал вокал. Вокал пришлось записывать дома ночью, навесив вокруг одеяло и одежды для звукоизоляции. Текст был бесхитростен, но весьма показателен. Тогда, в 80-х годах, большинство советской молодежи воспринимало США как некое Рио-де-Жанейро Остапа Бендера. Чудесный рай, полный ярких красок, где все ходят в белых штанах. Именно на эти настроения прекрасно легла песня Бутусова. Хотя сам автор писал ее в более романтическом ключе. По воспоминаниям Бутусова, у меня было ощущение такого рода. По тем временам я воспринимал Америку как легенду, как миф какой-то. Миф, который мы сами себе и придумали. Потому что реально мы не представляли себе, что там. У меня ассоциации с Америкой были такие. Гойко Митич, как индеец. Феннемер Купер. И так далее. Описал я от лица человека, который прощался с детством. Он уходил в самостоятельное плавание. Я сам тогда уехал от родителей. Мне было 20 лет. Гудбай Америка, бой. Где я не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджор, сыграй мне на прощанье. После записи и распространения «Невидимки» Наутилс начал работать над новой программой, названной «360 градусов обстрела». Для этой сессии были отрепетированы часть будущих композиций «Разлука» и несколько других песен. Альбом «360 градусов обстрела» хоть и был записан, но распространение не получил, так как участникам не понравилась работа над альбомом, в результате чего часть песен была перезаписана для альбома «Разлука». Запись альбома производилась в подвале архитектурного института, в котором на тот момент обучались участники группы. По воспоминаниям Алексея Могилевского, альбом «Разлука» делался совершенно разгильдяйским образом. Было весело, потому что отсутствовал какой-либо намек на рок-индустрию. Со стороны это напоминало кружок по интересам, как нечто с сопутствующей общению, как товарищеский чай в секции «Умелые руки». Тексты почти всех песен были написаны Ильей Кормильцевым. Илья писал нам по три тома, материала и бился насмерть за каждую страницу. И из этого богатства можно было выбрать 3-4 текста и то с последующими доработками. После того, как заканчивалась рефлексия у Бутусова, начиналась рефлексия у Кормильцева, который считал, что мы все делаем не так. Он приходил в подвал и начинал разбивать ногами стулья. Успокоить его было очень сложно. Звукорежиссер Андрей Макаров бледнел прямо на глазах, поскольку нес за стулье материальную ответственность. Помимо написания стихов, Кормильцев принимал участие непосредственно в процессе записи. Причем между ним и Бутусовым часто возникали конфликты из-за того, что вокалист отказывался петь некоторые из сочиненных поэтом строк. На этой почве Кормильцев часто устраивал скандалы, упрямо отставил каждое слово своих текстов, однако в августе 1986 года запись все-таки была завершена. Именно этот альбом принес группу всесоюзную известность. Изданные на нем песни были на слуху даже у многих людей, довольно индиферентно относящихся к рок-музыке. Наряду с песнями о любви и городском одиночестве, на альбоме есть песни, затрагивающие социальные проблемы жизни советских людей времен перестройки, антивоенный антимилитаристский памфлет «Шар цвета хаки» и, наконец, сильный всеобъемлющий политический памфлет, скованный одной цепью, который журналом «Тайм-аут» помещен в список ста песен, изменивших нашу жизнь. Алексей Балабанов, режиссер легендарного брата, был большим другом группы еще в Свердловске. Часто во время совместных попоек он начинал затягивать русские народные песни, особенно «Разлук». Однажды музыканты стали ему подпевать, и им так понравилось звучание песни, что они решили включить ее в альбом, где она стала заглавной. Зачем нам разлучаться? Зачем в разлуке быть? А знаменитый опус про распитие парфюмерных изделий, более известный в народе как Аллен Делон, был первым по-настоящему удачным детичем только намечающегося творческого тандема бутусов-кормильцев. Надо сказать, что наличие в группе отдельного штатного поэта, коим был Илья Кормильцев, явление для нашей рок-музыки крайне редкое. В свое время это даже вызывало в рядах музыкантов непонимание, как это можно делать постоянные авторские отчисления за единожды написанные строчки. Сегодня уже вряд ли кто-то оспорит, что именно эти строчки – один из краеугольных камней того безумного успеха, который группа снискала во второй половине 80-х. Но мало кто знает, что текст Кормильцева по сути являлся отечественной адаптацией содержания песни девочкового поп-трио «Бананорама» «Роберт Де Ниро с «Уэйтинг» в ожидании Роберта Де Ниро» 1984 года. В оригинале есть и прыщавые подростки, и прогулка в парке, и взгляд на стене, вот только Де Ниро пришлось заменить на более известного Де Лона. Описание духовно нищей жизни дурочки с рабочих окраин, вздыхающей на фото красавчика-актера, задумывалось Кормильцевым как издевательское, и никакого сочувствия героине не предполагало. Ален Делон говорит по-французски Ален Делон говорит по-французски Каково же было удивление Ильи, когда на руках славы едкая социальная сатира преобразилась в надрывную социальную трагедию. Подобное смещение акцентов смущало, но результат оказался настолько хорош, что следующий альбом «Разлука» на 80% состоял из текстов Ильи. Надо сказать, что менять изначальный настроенческий посыл текстов впоследствии стало доброй традицией. Например, с песней «Дыхание» произошла та же история, что и с Делоном, только наоборот. Депрессивный текст про утопленников в исполнении Бутусова неожиданно обрел мажорные световые нотки. Впрочем, наибольшей проблемой для славы была техническая сторона творчества. Во-первых, Илья писал много. Во-вторых, стихи нередко были необычно длинными и с вольным размером. Бутусов их сокращал, менял, а иногда и проявлял чудеса дикции, силой втискивая неугодные строчки в нужный размер. И даже имея под рукой такого поэта, как Кормильцев, Бутусов продолжал и сам, хотя и изведка, пописывать тексты. Какими-то особо поэтическими достоинствами они блистали редко, поэтому я очень удивился, когда узнал, что текст песни «Хлоп-хлоп», прозванные в народе «гороховые зерна», написал именно Вячеслав. Уж больно он походил на тексты Кормильцева. В меру социальные, в меру метафоричные. Социальный подтекст зерен был вполне ясен. Это некий кивок в советскую систему воспитания молодежи. Октябрята, пионеры, комсомольцы зерна выращивают. Некоторые зерна бунтуют, пытаются пробить стену, а затем сами превращаются в кирпичи, из которых состоит стена. Написанные зерна были под впечатлением от песни «Убанги Штомп» группы «Stray Cats», как вспоминал сам Бутусов, чтобы прокричаться и выпустить пар. «Убанги Штомп» Нас выращивали дённо, мы гороховые зерна, Нас теперь собрали вместе, можно брать и можно есть. Но знайте и запоминайте, Вы, ребята, не зазнайки, Нас растят и нас же сушат, Не для того, чтоб только кушать. Как говорил Бутусов, Песня «Шар цвета хаки» была написана в паническом ужасе, вызванном возможностью попасть на службу в армию. Здесь тексты песни «Рука Бутусова» видна хорошо, с его расплывчатыми образами и некоторыми корявостями, вроде «Я вижу цвет, но я здесь не был». Что имел в виду автор, неясно, но в армии он не был точно, потому что студентов Свердловского архитектурного института посылали только на военные сборы. Хотя и на военных сборах можно было уяснить, что марш-марш левый бывает, а марш-марш правый не командует никогда. Во время первых гастролей на Утилоса в Ленинграде в 87-м году с этой песней случилась занятная история. Как это нередко случалось в Бутусовом, после первого куплета он напрочь забыл слова. Когда ему стало понятно, что песню он не допоет, Вячеслав подошел к микрофону и лаконично сказал, что дальше нельзя. Воспаленный мозг слушателей уже сам дорисовал страшную нелегальность забытого текста и на Утилос стали героями дня. Кстати, если на песню «Гороховые зерна» повлияли Stray Cats, то в музыке песни «Шар цвета хаки» многие усматривают отзвуки песни «I don't mind» группы Slate. «I don't mind» группы Slate. Одним из самых ярких выражений настроений советского общества накануне перестройки стал еще один социальный супер-хит, проскованных одной цепью. Текст песни был написан Кормильцевым еще зимой 1984 года во время перекура в подъезде. В нем в образной форме были выражены все претензии интеллигенции к советской власти, и круговая порука, связавшая верхи и низы, и атмосфера доносительства, и господство государственного атеизма, и предательство высоких идеалов ради материального благополучия. В общем, настоящая антиутопия в духе Замятинских «Мы». Однако, несмотря на смелый текст, его судьба сложилась более удачно. Песни скованные стали летом 1986 года, в самом конце записи альбома «Разлука». Как было положено в те времена, текст отнесли руководству Свердловского рок-клуба на обязательную «литовку» – проверку на идеологическую благонадежность. А достаточно лояльной атмосфере Свердловского рок-клуба свидетельствует тот факт, что текст «залитовали», хотя и попросили заменить опасную строчку про коричневый, то есть фашистский закат, на смешной розовый. Поправки поправками, но группа все-таки решила не рисковать. В самый последний момент песню из альбома убрали, правда, решение, видимо, дошло не до всех, и один из распространителей магнитофонных записей все-таки запустил скованных в народ. Однако, как не ждали перепуганные рокеры карательных санкций со стороны властей, те безмолвствовали, а потом грянули перестройка, гласность и ускорение. И из крамольной песня стала чуть ли не программной. Она зазвучала на ТВ и даже стала первым номером пластинки «Князь тишины». Руговая по рукам мажет, как копоть, Я беру чью-то руку, а чувствую опыть, Я ищу глаза, а чувствую взгляд, Где выше голов находится зад. За красным восходом коричневый закат, Скованные одной цепью связанные одной Неудивительно, что самой известной песней группы Стал не социальный даон или скованные, А трагическая суицидальная баллада об утерянной любви. Стоит отметить, что петь песни на эту вечную тему в то время, Когда страна ждет от тебя решительных действий В борьбе за свободу, было рискованно. Опасность подстерегала теперь не со стороны властей, А со стороны своих же соратников, непримиримых рокеров. Петь любовную лирику считалось отстоймой попсой. Гребенчикову за былые заслуги подобное прощалось, Да и пел он в то время больше о любви вселенской, Несколько витиеват и отвлеченно, Так что все шишки за любовную лирику Пришлось получать Бутусову. Когда Слава в 1986 году впервые представила на суд «Я хочу быть с тобой», Песню единогласно признали дерьмовой. Кинчев, несмотря на дружеские отношения с Бутусовым, Сказал, что это, мол, группа для девчонок, Бутусов сник и чуть было не забраковал творения. Однако 3 мая 1987 года Наутилусы все-таки решились сыграть ее на концерте. И девчонки всей страны Стали при прослушивании этой песни Лить кровавые тинейджерские слезы И придумывать душераздирающие истории. И ни одну девочку тогда бы не удовлетворила бы Настоящая история создания этой композиции. Во-первых, текст написал Не трагичный худощавый красавец Бутусов в орденах и галифе, А кругленький очкарик кормильцев, Напоминающий младшего научного сотрудника. Да и написал он ее в порыве, Когда не мог дождаться телефонного звонка От любимой девушки. Хороший пример того, Как эмоционально сильные вещи Рождаются на совершенно банальном Жизненном материале. Но я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой Я так хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой И я буду с тобой Кстати, запись альбома «Князь тишины» производилась в студии Аллы Борисовны Пугачевой, которая в то время прогрессивно опекала свердловских самородков. И в песне «Доктор твоего тела» мы можем услышать голос Примадонны, вот как это вспоминает очевидец-фотограф Элияхо Ленке. Пугачева посетила студию, послушала, как поет Бутусов, возмутилась и стала учить его вокалу на практике, показывая правильные интонации. Все это осталось на пленке, и на сведении коварный звукорежиссер подмикшировал пугачевский голос в окончательную версию. Так Алла Борисовна оказалась в неожиданной для себя роли бэк-вокалистки. По мере роста популярности в коллективе все больше нарастали творческие разногласия, выливавшиеся в личностные конфликты между лидерами. Дмитрий Умецкий считал, что группе необходимо прекратить активную гастрольную деятельность, сосредоточившись на накоплении творческих идей. Однако это не находило поддержки у коллег. В 87-м году Умецкий уходит из группы, а спустя год Бутусов объявляет о ее распаде. Однако вскоре бывшие соратники воссоединяются, чтобы продолжить творческое сотрудничество и даже создают новый альбом «Человек без имени», который появится на прилавках магазинов только в 95-м году. Ведь разногласия никуда не делись, и Умецкий окончательно уходит из «Наутилуса», после чего записывает два сольных альбома и отказывается от продолжения музыкальной карьеры. К удивлению многих, в 89-м году группу выдвинули на премию «Ленинского комсомола». На вручение были приглашены основатели «Наутилуса» Дмитрий Умецкий, Вячеслав Бутусов, а также Илья Кормильцев. Но пришел лишь Умецкий. Свою долю он перечислил детским домом в Свердловске. Бутусов церемонию проигнорировал, а все деньги перечислил в фонд «Мира». Кормильцев и вовсе отказался от награды, заявив, что странно принимать премию от организации, которую не признаешь. В 90-м году Бутусов переезжает в Ленинград, где собирает новый состав группы «Наутилус». Изменения коснулись и звучания. Теперь группа играет жесткую гитарную музыку, ничем не напоминающую прежнее творчество. Большой коммерческий успех имели альбомы «Титаник» и «Крылья», тепло принятые поклонниками, но прохладно встреченной прессой. Как это часто бывает, новые работы сравнивали с альбомами раннего «Наутилуса», и, что вполне логично, не находили между ними ничего общего. Не были идеальными отношениями между участниками коллектива. В прессе середины 90-х часто писали о раздельных гримерках Кормильцева, Бутусова и остальных музыкантов. Все чаще стали возникать слухи о распаде команды. На фоне всего этого ярким солнечным зайчиком выделяется замечательная песня «На берегу безымянной реки». Настолько светлая и радостная, что когда я прокручиваю ее у себя в голове, меня постоянно накрывает волна какого-то счастья. Текст не блистает какими-то откровениями, но песню совсем не портит. Пишут, что Бутусов принес наброски песни музыкантам и попросил сделать ее тропической, теплой песней. Так как в те времена население еще будоражили звуки ломбады, песне был признан этакий звук латинос. Прекрасные гитарные партии написал и исполнил Александр Беляев, когда-то игравший в группе телевизор. А на песню был снят нехитрый, но запоминающийся клип, где дети танцевали самбу. Коллектив вновь начали разъедать ссоры. Последним настоящим всенародным хитом стала песня, более известная в народе как апостол Андрей. Кстати, я до сих пор не знаю, почему героем текста кормильства стал именно Андрей, а не его брат Петр, действительно решившийся на неудачный эксперимент хождения по водам. Впрочем, это не столь важно. Важно то, что текст, лишенный бытовухи и цесальщины, сразу приглянулся Бутусову. После того, как были разложены партии трех гитар и великолепные соло Олега Сокмарова на плейде, стало ясно, что первоначальный замысел сделать альбом «Чужая земля» ровным полотном без выпирающих китов не удастся. Отдельно надо отметить и характерное для тандема Бутусов-Кормильцев смещение эмоциональных акцентов текста, когда тот воплощался в песню. Если вы прочтете текст Кормильцева, не привязываясь к красивой и проникновенной мелодии, то без сомнения обнаружите, что он написан с неким налетом издевки и языком, лишенным какой-либо трепетной религиозности. Недаром воцерковленный Бутусов сегодня поет вместо «Ты верно дурак», «Ты верно чудак». Негоже, видимо, апостола дураком называть. Записывать альбом «Титаник» Наутилусу помогал один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. К слову, «Титаник» самый успешный альбом Наутилуса с точки зрения коммерции. Предсмертную агонию народа и страны, которые стали очевидными уже к середине 90-х, оценку этой ситуации можно прочувствовать в песне «Титаник». При всей очевидности краха нации, выражавшемся в моральном упадке, алкоголизме, наркомании, повальном воровстве и разгуле криминала, никто не хотел обращать на это внимание. И получилось, что уход от социальных текстов 80-х нашел продолжение уже в середине 90-х, когда группа планомерно шла к завершению своего существования. Пластинку «Крылья» критики склонны считать неудачной, да и сами музыканты признавали, что создавалась она с трудом. Тем не менее, композиция «Крылья» взорвала чарты после выхода фильма Александра Балабанова «Брат». Перед самым распадом группа получила невероятный всплеск популярности после выхода на экраны фильма непревзойденного и гениального Алексея Балабанова под названием «Брат». Эта картина стала отражением всей обстановки, которая царила в новой стране, где выживает только сильнейший. И неважно, насколько ты хорош или плох, то сильнее, то ты оказывался прав. Вступила в силу идея, провозглашенная русским философом Ильиным о противостоянии злу добром. Чтобы выжить, чтобы дать возможность справедливости восторжествовать, надо было нести добро в ином свете, отличном от старых постулатов, с силой насаждать свою правду. Целое поколение выросло на этом фильме. Данила Багров стал примером для подражания, фразы героя разбирались на цитаты, а на фоне этого всего играла музыка «Наутилс Пампилиус» из альбомов «Крылья», «Яблокитай», «Атлантида». Балабанов всегда очень тщательно относился к выбору музыкального сопровождения для своих фильмов. Музыка должна быть чуть ли не гимном, дополняющим сопровождением каждого кадра и эпизода. В работах Балабанова не было мелочей, поэтому появление песен коллектива Бутусова ни в коем случае нельзя считать случайностью. Уважение и признание музыканту со стороны режиссера было настолько велико, что Бутусова было решено снять в фильме в роли самого себя. В июне 97-го года группа распалась, оставив много вопросов по поводу правильности этого поступка. Но, как признавался сам Бутусов, этот коллектив уже изжил себя. Все, что можно было выжать из него, было презентовано публике. В начале 21-го века группа пару раз собиралась для участия в крупных фестивалях, что приводило невиданный восторг десятки, а может и сотни тысяч их поклонников. Звучали композиции из их детства, молодости и зрелости, в которых все они видели многие годы спустя отражение больших сердец целого поколения, про которые когда-то пел Бутусов. После распада наутилуса, Вячеслав Бутусов выпустил несколько сольных альбомов и совместный диск с группой «Дедушки». В настоящее время он является лидером группы «Юпитер», основанной им же в 2001 году. Но все это уже не то. Илья был мозгом группы, а слава ее сердцем. Лично мне тексты Кормильцева, прочитанные из бумаги, всегда казались несколько просчитанными и суховатыми. Зато в исполнении Бутусова они как бы обретали душу. И наоборот, сольному песенному творчеству славы явно не хватает ярких, эффектных и уразумительных текстов Ильи. Творчество наутилуса выпало на самое странное, страшное и непонятное время. Находясь на перепутье, вся нация оказалась некоторым отспенением. Радикальные перемены в жизненном плане повлияли абсолютно на каждого жителя новообразовавшегося государства. И это не могло не отразиться на музыкантах, но в песнях наутилуса оставалась еще настоящая изюминка, которая разнилась с общими настроениями в обществе. Трудности и невзгоды преподносились как должное, но при этом небеса подарили эту не лучшую участь всем нам не для того, чтобы мы сдались и обрекли себя на медленную и мучительную смерть. Ведь для того, чтобы жить, нужно бороться. С самим собой, с окружающим миром, несправедливостью и унынием. В песнях Бутусова часто упоминается, что не стоит в своих проблемах винить кого-то другого, кроме себя. И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Правда всегда одна. Это сказал параон. Он был очень умен. И за это его называет Тулахабан.